МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в нашем выпуске. Чтобы помнили, в столице Чуваши открыт памятник герою Советского Союза Алексею Логинову. Правда на экране. Совместный проект театра юного зрителя и Чувашкино нашел своих поклонников. Парад в миниатюре. На Красной площади столицы прошел юбилейный парад дошколят и юноармейцев. В годы войны в Чувашии было развернуто более 15 ИВАК-госпиталей. Через них прошли свыше 100 тысяч раненых и больных советской армии. Более 70 тысяч бойцов вернулись в строй. Погибший от ран в госпиталях Чебоксар похоронено на мемориальном кладбище. Сегодня по традиции к братской могиле возложили цветы. Здесь покоится прах более 80 солдат. И каждый год 8 мая к братской могиле несут цветы и венки. События этих лет затронули чуть ли не каждую семью в республике. Пятая часть населения Чувашии ушла на фронт. А это более 200 тысяч человек. Половина не вернулась домой. У меня прадед похоронен под Воронежем. Дошел до Воронежем. Про него рассказывала часто бабушка, прабабушка, мама, папа. Я считаю, как-нибудь съездить ему туда под Воронеж. У меня лично многие дяди, тети участвовали на этой войне. Вот если взять со стороны матери, пять братьев участвовали на войне. Со стороны отца участвовали также пятеро братьев. Вот пять дядей. Поэтому, еще раз повторяю, нет семьи, которая бы не участвовала в этой войне. Ежегодная церемония возложения цветов – неизменная традиция. Дань памяти погибшим защитникам Отечества отдают депутаты Госсовета, министры, подрастающие поколения и, конечно, ветераны и труженики тыла. Мы в годы войны собирали в школах продукты, крапиву сушили, дежурили мы около деревни по ночам. Я тогда работала в чувашской школе. Память тех, кто сражался во имя жизни и навсегда остался в чувашской земле, почтили минутой молчания. И сегодня у здания МВД в столице Чуваши открыт памятник Герою Советского Союза Алексею Логинову. Подробности далее. Равнение на середину! Памятник Алексею Логинову установили на улице, которой прошлым летом присвоили его имя. За это в ходе интернет-опроса проголосовали многие горожане. Создать мемориальный объект инициативы МВД. Не прошло и года, как образ Героя Советского Союза был отлит в бронзе. Алексей Логинов родился в деревне Абыково, Атаевской волости. Сейчас это Красно-Читайский район. До войны он работал в отделении милиции, на фронте стал командиром стрелковой роты. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно после подвига в боях за западный берег Днепра. В 1943 году при форсировании Днепра лейтенант Логинов стал примером самодерженности и мужества. С бойцами занял высоту, удерживал ее до подходов основных частей. Мемориальные комплексы Героям Войны в республике открывают каждый год. Сохранить память о поколении победителей крайне важная задача, отметил глава региона. Открывая этот памятник, мы включаем тоже его в рейстор. Он станет 1375. Мы помним наших участников Великой Отечественной войны. К сожалению, и очень горько ветеранов, участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше и меньше. Их на сегодня 542. В бронзовом памятнике образ командира, ведущего за собой солдат. Эскиз признали лучшим по итогам конкурса. Авторам скульптуры помогали и родственники Алексея Логинова. От всех родственников хочу сказать большое спасибо за всю эту проделанную работу. К постаменту памятника Алексея Логинова глава региона, ветераны, сотрудники МВД и кадеты возложили живые цветы. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. И еще ко дню победы в Чебоксарах прошел патриотический флешмоб. Мы помним. Именно эта фраза появилась на площади республики. Волонтеры и молодые люди со всего города выстроили два слова. Целый месяц посетители портала «Открытый город» голосовали за четыре предложенные фразы. В итоге около 60% выбрали словосочетание «Мы помним». Мы помним подвиг наших дедов и прадедов. И для нас это важно чтить и передавать из поколения в поколение историю этого ужасного события. 800 юношей и девушек по 50-70 человек в каждой букве. И на площади, как на чистом листе, появилась заветная фраза. Мы патриоты своей страны. Мы хотим выразить свое уважение ветеранам и всем, кто отдал какую-то частичку себя ради победы. Для меня это очень ценная, необходимая акция. Потому что мы можем еще раз всем сказать с уверенностью, доказать о том, что мы, молодежь, помним наших предков. И мы им безумно благодарны. Мои три прадеда принимали участие в Великой Отечественной войне. К сожалению, ни один из них не вернулся домой живым. Для меня важно сохранить память о тех, кто боролся ради нас, кто ценой собственной жизни. В каждой семье своя история. Два прапрадеда Гильгиняя Зайтуловой пропали на войне без вести. Это такой праздник, который мы должны помнить все, должны гордиться своей страной. Потому что если бы не победа, то нас бы не было вообще. Спасибо деду за победу хором скандировали участники флешмоба. На площади звучали фронтовые песни. Волонтеры подпевали. Выходила на вы, Катюша, на высокий берег, на крутой. Юлия Воженина, Алена Алексеева, Борис Андреев, Республика. Завтра, 9 мая, по центральным улицам столицы пройдет бессмертный полк. Этой традиции уже семь лет. Правоохранительные органы напомнили о соблюдении правил безопасности, учитывая потенциальное количество участников, жаркую погоду и продолжительность шествия. Сбор участников бессмертного полка начнется в 11 часов около национальной библиотеки. В 12 дня колонна начнет движение по проспекту Ленина, затем по улице Карла Маркса, композиторов Рабьевых. На Красной площади колонна примкнет к параду победы. Помогать в организации бессмертного полка будут добровольцы. Волонтеры-медики будут следить за самочувствием участников бессмертного полка. Другая же часть добровольцев будет оказывать консультацию по вопросам, где строится колонна, как в нее встраиваться. И каждый горожанин может обратиться к добровольцу за помощью. Те, кто примет участие в шествии с детьми, не должны упускать их из вида. Хочу обратить внимание на меры безопасности. В первую очередь, построение бессмертного полка будет рядами. С учетом жаркой погоды обеспечьте себя питьевой водой. Родители с детьми в возрасте до 10 лет, пожалуйста, не упускайте их из виду. Держите за руку. Присоединиться к бессмертному полку можно и по пути его движения. Но есть один нюанс. Сотрудники полиции пропустят опоздавших только в конец колонны. Ольга Алексеева, Борис Андреев, Республика. Ну а сегодня по всей стране раздают георгиевские ленточки как символ неувидаемой воинской славы. Женсовет Чуваши не остался в стороне и тоже вышел на улицы города. 26 отделений и 118 тысяч человек. Женсовет в цифрах. Многие из них вышли сегодня в 12 часов дня раздавать георгиевские ленточки. Дом торговли, Северный рынок, Красная площадь и Площадь Республики – это лишь часть адресов. Около сельскохозяйственной академии все ленточки разобрали за полчаса. С данной акцией мы хотим сказать, что мы никогда не забудем подвига нашего народа и что эта память будет всегда жить в наших сердцах. Очень приятно получать георгиевскую ленту, особенно от молодого поколения. Это значит, молодежь у нас помнит и гордится. Ну, я тоже очень всегда рада этому празднику 9 мая. Мы всей семьей выходим на бессмертный полк, поэтому георгиевские ленты – это всегда знак памяти. Три тысячи символов победы разошлись по Чувашии. Из них только тысяча в Чебоксарах. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. Сегодня на Красной площади столицы прошел пятый юбилейный парад дошколят и юно-армейцев. Участие в нем приняли почти пять тысяч воспитанников детских садов, школьников, педагогов и родителей. Этот патриотический проект получил признание на всероссийском уровне. Мы сегодня приехали на парад. Очень горды тем, что мы сюда попали. Дети из детского сада 146 очень рады этому. Правда, ребята? Да! Анастасия Камаева о своем прадедушке знает только из рассказов родителей. Получил очень много медалей. У него очень много побед было. И он любил воевать. Он почти победил, но он умер, когда у него стрельнула пуля. Я его люблю и помню. Я его хочу всегда увидеть и чтобы он всегда меня помнил. Марш по Красной площади – незабываемое событие для ребят и взрослых. Все участники, включая самых маленьких, были в форме различных родов войск – военных моряков, десантников, спасателей. Я чувствую, что они несут знамя победы. Знамя, которое, получается, знаменует нашу победу против фашистских захватчиков. Именно такие праздники и создают атмосферу единения, считают организаторы. Для их даже родителей это настолько значимо. Они тренируются, они с таким усердием, с таким волнением проходят вдоль гостей, вдоль трибун, где находятся ветераны, где находится руководство республики, города Чебоксары. И вот здесь в них первый раз, наверное, происходит именно такое соединение, что есть и Родина, и есть честь и достоинство Родину защищать. Так молодое поколение осознает, сколь значим день победы в истории нашей страны. Это очень важно для нас, для военно-патриотического воспитания. Потому что одевают форму, у них становится другое поведение, другая дисциплина. Они открывают историю, вспоминают близких родственников, кто участвовал, кто погиб, кто еще жив, труженики и тылы, вдовы. И на этой основе у них пробуждаются патриотические чувства. И я абсолютно уверен в том, каждый участник, он станет настоящим гражданином Российской Федерации, достойным гражданином, настоящим патриотом Российской Федерации. Кто-то будет защищать нашу Родину, кто-то будет обеспечивать охрану общественного порядка. Одним словом, обеспечить безопасность нашей страны. Парад Дошкаляк в прошлом году был признан лучшим проектом на шестой всероссийской открытой ярмарке событийного туризма. Ольга Алексеева, Павел Иридков, Республика. О войне языком кинематографа. Проект фильма о войне Чувашкино и Театр юного зрителя запустили еще в апреле. Два раза в неделю в театре организованно смотрят и обсуждают киноленты. По вторникам и средам в 10 утра и в 2 часа дня зал Сейспеля заполняется для просмотра военных фильмов. Зрители, школьники и студенты. До того, как погаснет свет, они вспоминают ключевые события Великой Отечественной, а после рассказывают о героях своих семей. Мой прадедушка, Егоров Самуил Емельянович, первые годы войны пошел добровольцем на войну и во время сражения попал в плен. В плену он пробыл недолго. Он со своим другом разработал план, и они сбежали. После этого он обратно вернулся в ряды солдат, сражался. И после окончания войны вернулся в нашу деревню и продолжил работать в колхозе. Настоящие жизненные ситуации воссоздаются во всех кинолентах, подготовленных к просмотру. Это определено жанрами военной драмы и военно-исторического фильма. Чувашкино пока не снимает фильмы о Великой Отечественной войне. Но я думаю, это вопрос времени. Надеюсь, что чувашские режиссеры тоже будут снимать фильмы о Великой Отечественной войне. Но у нас сейчас в этом кинопроекте представлены современные российские фильмы. Это, например, «Солдатик», «Несокрушимый». В кинотеку входят художественные ленты «Собибор», решение о ликвидации. Сегодня на экране фильм режиссера Алексея Козлова «Спасти Ленинград». Но у нас нет денег даже заплатить за фотографию. Через час Костя идёт на фронт. Он отдаёт мне свои часы, чтобы я могла утром заложить их в ломбард и на эти деньги выкупить снимок у фотографа. Кинопоказы продлятся до конца мая. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика. «Победа деда – наша победа». Праздник, посвящённый 9 мая, прошёл и в Новоюжном районе столицы. Этот день отмечают все поколения. На площадке перед 36-й чебоксарской школой состоялся настоящий парад кадетских классов. Учащиеся от Чиканя Шак пронесли копию знамени Победы. В празднике участвовали жители микрорайона. Ветераны, депутаты. На всю округу звучали песни военных лет. Такие встречи – воспоминания роднят незнакомых людей. Мы проводим наш праздник микрорайона традиционно. Это очень значимое мероприятие для всего нашего школьного сообщества. Оно значимо для патриотического воспитания подрастающего поколения. Чтобы наши дети, внуки, правнуки никогда не забывали уроки истории и выросли достойной сменой наших дедов и прадедов. Галина Титарчук, Алена Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах в честь ветеранов МЧС и спасателей, погибших при исполнении служебного долга, установят полуротонду. Уже заложен первый камень. Заслуги огнеборцев с многолетним опытом работы отметили государственными наградами. О героях наших дней сюжет Дмитрия Ковалева. Спасенным жить, спасателям спасать. Такие слова будут высечены на каменной полуротонде. Возвести стелу планируют в ближайшие годы в сквере на проспекте Ленина. В МЧС уверены, что это место станет символом жизни. Продолжая традиции, я хочу по далеких временам пришедших к нам хороших традиций собрать средства на строительство вот этого памятника по методу Неме. Я хочу напомнить, когда мы устроили памятник, у нас в МЧС были инициаторами этого. Ровно 370 лет назад была образована пожарная охрана страны. Случайных людей в МЧС не бывает. Федор Смирнов пошел по стопам отца и сейчас руководит отрядом в Канаше. Самая большая награда это человеческой жизни, потому что это тот самый результат профессионализма, который достигается нашими коллегами в процессе своей служебной деятельности. И каждый пожарный, который, идя в огонь, не боится огня, идет с одной целью – в целях спасения жизни, здоровья людей. На место ЧП пожарная команда должна прибыть за считанные минуты. Здесь многое зависит от профессионализма водителей МЧС. Георгий Кузьмин за рулем спецмашины 19 лет. Водитель должен знать район выезда, места водоисточников, вовремя доехать на место происшествия. Машины новые дали. Раньше, годы 10 назад, все старые машины были. Сейчас, в прошлом году, новые машины дали. Две новых машины Урала по 6 тонн берут. С профессиональным праздником огнеборцев республики поздравил и глава региона. Михаил Игнатьев отметил, что за последние годы на развитие пожарной службы направили сотни миллионов рублей. Новая техника поступила и в муниципалитеты для того, чтобы помощь оказывалась оперативна. Природа и погода проверяют нас на прочность. И с точки зрения нынешней статистики она ухудшилась, на самом деле это мы признаем. Но наша задача вместе с вами, с органами власти всех уровней, с органами местного самоуправления, неравнодушными людьми, старостными, главами сельских поселений обеспечить надежную защиту территории Чувашской республики. Заниматься профилактическими мероприятиями, превентивными мерами. Лучшим из лучших глава региона вручил благодарности, почетные грамоты и медали ведомства за отличия в службе. Желаю, чтобы все задачи, которые перед нами стоят, были преодолимыми. Ну и чтобы все пожарные наши, выезжая на пожар, домой возвращались живыми и здоровыми. Спасибо и сухих рукавов. Пусть наша доля не река, Россия, Матушка, река, и черт пожила на реках, не истегая. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев, Республика. Футбольный клуб СССР из Чувашии стал серебряным призером международного турнира среди ветеранов, который прошел в Турецкой Анталии. С союзом сильных, смелых и решительных познакомилась наша съемочная группа. Серия послематчевых пенальти. На кону победа в турнире. Точным ударом отметился нападающий Дмитрий Володарский. Пенальти послематчевые – это лотерея. Если в полуфинале нам повезло, то есть мы обыграли команду Косово по пенальти 4-2, то в финале немножко им повезло, проиграли 3-5. Впечатления только положительные. Это первый полноценный международный турнир. Мы участвовали в нем, этой командой в первый раз. И первый раз добились такого высокого результата. В категории 50+, команда выступает с прошлого года и почти всегда занимает призовые места. Секрет в хорошей базе и большом игровом опыте. Тренировки проходят дважды в неделю. Спортсмены отрабатывают игровые связки и комбинации на поле. Василий Антонов в союзе сильных, смелых и решительных – защитник. Можете считать себя сильным, смелым и решительным? Конечно. Футбол и других нет. Футбол – это как жизнь. Это здоровый образ жизни, интерес, общение с друзьями. А самое главное, конечно, это скорость мыслей. И это помогает и в жизни, и в работе. В команде 27 человек. Все – спортсмены-любители. Это наше желание внутреннее – быть, а не казаться. На самом деле, многие сидят во дворах, а мы все-таки представляем футбол ветеранский. И мне кажется, это как один из самых таких примеров для подрастающего поколения. Вот это и как раз мы хотим показать. 40, 50 или 60 лет. Команда еще раз доказывает – возраст – не повод сидеть на скамейке запасных. Можно? 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 Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика. А команда «Чапаевца» стала чемпионом школьной хоккейной лиги в финальном матче. Игроки 60-й Чебоксарской школы обыграли соперника – команду «Снежные барсы» из 9-й школы со счетом 10-4. Соперники друг с другом знакомы. На льду «Чапаевцы» и «Снежные барсы» уже встречались в рамках регулярного чемпионата. В той игре сильнее оказались барсы. Вопрос о мотивации в финале не стоял. Одни хотели отыграться за поражение, другие – увеличить преимущество в личных встречах. Три периода по 15 минут чистого игрового времени. Нападающие активно атаковали чужие ворота. Финал подарил целую россыпь заброшенных шайб. Счет игры 10-4. Барсы не смогли повторить сценарий предыдущей победной встречи. Нам не хватило больше тренировок, мне кажется, только из-за этого. Ну, противник оказался сегодня сильнее. В чем их сильные стороны? Скорость, наверное, все-таки. По скорости они все-таки выигрывали сегодня. Чупаевцы стали лучшими среди 32 школьных команд. Мы не ожидали, что мы займем первое место в этом, в Кубке Николаева. Мы вполне очень долго все четыре года шли к этому. Чемпионат школьной хоккейной лиги проводится с 2016 года. Команды играют в четырех дивизионах. С каждым годом у нас уровень подготовки мальчишек растет. И прогрессируют они действительно очень активно, молодцы. Очень благодарим за этот проект, за то, что они столько мальчишек привлекли. И сейчас у нас первые два выпуска играют уже во взрослых командах любительской лиг, непрофессиональной хоккейной лиги. Они не теряются. Следующий сезон стартует в октябре этого года. Организаторы надеются, что к турниру присоединятся и другие чебоксарские школы. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика. Таким стал этот предпраздничный день. 9 мая основные моменты торжества национальное телевидение Чувашии покажет в прямом эфире. Оставайтесь с нами. До свидания.